друзья всем привет сегодня мы с вами поедем и посмотрим автомобили поверху рынка бюджетные автомобили поверху рынка и первым будет ford focus 2010 года с пробегом в 53 тысяч километров за 699 тысяч рублей это самый дорогой ford focus 2 который сейчас продается в санкт-петербурге погнали здравствуй дмитрий подскажите пожалуйста меня интересует ford focus у вас двухлитровый 2010 года 53 тысячи километров пробега вот прямо новая машина как все описано у вас ничего не красили ржавчина есть на нем нет такой ржавчина есть на нем вообще не каразийный да да планирую сегодня подъехать 699 тысяч рублей 2010 год 53 тысячи километров пробега один хозяин в отличном состоянии ребят почти каждый день или через день на ford focus 2 есть заявка то есть люди звонят вы звоните либо пишут и спрашивают 400 тысяч 450 500 хотелось бы не больше двух владельцев максимум окрас одного элемента и пробег до 100 вот сейчас за такой автомобиль просят 700 без 100 рублей поедем посмотрим как он выглядит и вот вы примете решение для себя купили бы вы ford focus 2 за 700 тысяч рублей или нет поехали вот это дорестовый вот это рестайлинг значок стал просто черный с хромом и насколько сразу прикольный стал выглядеть да ты видишь они с камерой переднего вида оба здесь уже на каких-то диодах да из красный был желтым как только они не делали было не очень сейчас просто песня так ну что друзья 700 тысяч рублей ну давай себе номера начнем как он у нас там поживает должен просто замечательно но машина в испарине такое чувство что все-таки химчистку какую-то сделали просто как новый даже намека на ржавчину нет броня вот эта броня на порогах она реально спасла вот этот край у фокуса он часто ржавеет особенно у нас в питере ногами его запиливают как ни крути сколы все равно пошли из фонарик не нужен вот он бампер натирает это место она отходит доцинка краска отлетает ржаветь еще сильно не начала не знаю возможно в паркинге его хранили тут что-то странное смотри как фонарь потрескался видишь весь сырой ковер сырой только после мойки весь прелый весь потеет стоит тоже жарко ему запаску не использовали ни разу все супер даже намека никакого нет на коррозию она прилипла уже от времени крышка багажника снималась все винты сбиты и с места сдвинута немножко она не родная крышка меня на я до герметик ленточный вот здесь немножко коррозия пошла еще под краской но скоро будет капли лака также здесь шагрень подтеки этом грунт белый мусоринки сразу по герметику видно ничего страшного в этом нет но крышку меняли также пошли сколы около рамки вот она не дополированная с этой стороны тоже вся в шагрени и не дополированная вот эти царапины тот счеток зимой с бампера сметают щеткой задевают все проклеено смотри-ка хорошо полировка так себе делали ее здесь на дилере поэтому весь пластик белый его забили точно также под фонарями везде все белом все наскоряк так называемая предпродажная подготовка смотри сюда также это паста полировочная буквально вот-вот только сделали все сырое абсолютно вода стоит машина в продаже один день если 3-4 дня простоит она завоняет просто стухнет немножко коррозия пошла по арке но это мелочь и на левое на правой арке сколы резина у нас двадцать первый год свежая 4 недели прям новенькая 10 10 10 здесь заводское все тоже броня на пороге немного порог пошел снизу здесь ручка переключения передач подтерта чисто форты на такой аккуратно но его еще и подготовили если действительно пробег такой небольшой то он такой аккуратный ты уже привык смотреть на то что дрова не продают полностью чистое сервис к вообще ничего нет чудо сами крепления кресел немножко пошли уже ржаветь но это петербург так идем под капот емочки под капотку нам или можно подумать на такая чисто но если немножко заглянешь внутрь увидишь вот так она была примерно везде сейчас вы вымыли но только сверху и она выглядит как на новом автомобиле вообще очень хорошо на фоне всего что у нас продается очень хорошо бампер тоже красили разбирали его снимали крепление решетки сорваны но это мелочь и сам chrome полупался в нескольких местах это скорее его придавили а вот здесь заклеена кстати драк это видишь аккуратненько вот одна трещина а вот вторая да сразу не увидишь каким-то скотчем она и закрасили даже ты прикинь ты видишь джи ты заломал пальцем стер скотч пальцем не будем это вот он весь хром потрескался вполне вероятно это уже вот от этого удара когда не воткнулись треснул хром залепили и сказали что все хорошо опять же это мелочь но цена 700 тысяч вот видишь они сорваны обращайте внимание на все все в масле давай крышку снимем посмотрим когда моет мотор крышку не снимают никогда практически чтобы не залить свечи да и никто это не делает но все сухо все хорошо да все отлично 2 литра хороший двигатель едет быстро но были проблемы подъедал масло батарейку уже меняли похоже ну тебе нравится темыч да даже при условии если пробег 53 реальный то по подвеске надо поднимать резинки все посмотреть саленблоки и прочее за 11 лет и может быть уже плохо даже от того что он стоял такая немножко заглянул под этой пластмассы обычно все и гниет хорошо выглядит налет коррозии есть но все равно выглядит хорошо есть небольшая царапина смятиной это ерунда вот здесь что-то ковыряли видишь пластик к такому придираться как бы глупо но если машина стоит 700 тысяч то придираемся ко всему то есть цепляемся за все что не нравится взгляда все в порядке задняя подвеска уже ржавая у меня самого удара по заднице не было либо в крышку четко как-то был аккуратный удар возможно это была покажка сделана так как и герметики проложены все сделано очень тщательно лобовое 19 года это может быть из-за скола ничего страшного форт толсто красят поэтому у него 130 140 это нормально интересно сколько она будет у нас сейчас покажет также в этом ошибка никто этого не заметит 110 120 сотка 110 до крышка один слой краски если глазами не смотреть то смело можно сказать что родная и окрас родной внимательно смотрим на все соединения всегда у нас есть видео где мы разрубили форду фокусу крышу поменяли ее листом вот так вот отрезали болгаркой все это дело приварили не самым лучшим способом замазали вызвали подборщиков и никто не нашел ссылочку оставлю под роликом посмотрите как это было да да нет for толстая красит не всегда видать опять же какая смена была но вообще толстая краски у третьего фокуса тоже на фоне того что продается за 300 350 400 про 200 250 мы вообще не говорим там просто покойники у них уже нет не то что порогов там нет ничего сгнило все что можно только запускаем в салоне реально выглядит как новый очень хорошо лобовое хоть и заменили но поставили с обогревом то есть на этом не экономили она не фордовская не оригинальная но все равно хорошая не какой-то совсем китайский дешевый вариант так давай климат компрессор сразу включился но только сама ручка кулисы меня немножко напрягает но возможно человек все эти 50 тысяч наш держал и просто не отпуская а сейчас на химчистке они взерошили и такая стала лишь какая грубая кожа практически не спилилась это оригинальный руль у фокуса именно вот так он идет штатная кожа она грубая очень и износостойкая хотя мы с тобой помнишь видели когда вот так вот все было разорвано все висело не знаю как люди ездят маньяки просто по салону все супер кнопки никакие не запилены все очень аккуратно реально пробег похож на 53 тысячи километров скорее всего он оригинальный внешне тоже выглядит практически без нареканий на задних арках только сколы коррозии еще нет но она скоро будет и менялась крышка багажника скорее всего у дилера это не знает ценник 699 тысяч рублей 700 тысяч рублей округлим ребята вы готовы купить фокус был в таком состоянии два литра на механике просто красота за 700 тысяч рублей но с маленьким пробегом я думаю не каждый вот именно так сейчас стоят эти машины когда не в хорошем состоянии я думаю я ответил на вопрос многих кто говорит что хочет за 400 за 450 а то и за 350 что было не больше двух владельцев пробег там 100 120 и в отличном состоянии к сожалению такого нет это стоит 700 и это не первый раз уже когда автомобили тех лет вот второй фокус выставляют за такие деньги и они продаются есть спрос не то что за ним прямо драка здесь отдайте мне но тем не менее они продаются ты знаешь зачем я это делаю на фордах вскрываем смотрим вот здесь у нас все хорошо никаких герметиков намазанных ничего лишнего нет так как лист крыши могут поменять срезов под молдингом вот этим как мы и сделали в том видео на которое я оставлю ссылку герметик которому-то все замазывали и закрыли даже никто не полезет смотреть обязательно заглядывайте ничего сложного нет вот вставили монетку не отверткой иначе вы свернете повернули аккуратно сняли посмотрели закрыли я думаю ни один хозяин не будет против этого если вы начнете ножом или отверткой ковырять ее просто поставили обратно аккуратненько закрыли ford fusion тёмыч помнишь тебе говорил про болячки fusion of то что под резинками они начинают гнить окисление идет там металла а самое главное вот он натирает и мандела также тоже натирает вот он натирает стойку по всей длине она начинает гнить и вот так вот люди сами спасают себе смотри с той стороны капот тоже заклеили скотчем видать один мастер что на фокусе бампер что здесь вот так же здесь человек пытался хоть как-то остановить ее но это мало помогло вот он начинает гнить в этом месте его трет самой резинки металл начинает окисляться и вспучивает его это у нас 2007 год ну он так и выглядит уже ладно поехали пробег ее только что меня на крышка багажника у нее бампер расколот залеплен ну типа того ничего критичного хороший но друзья это был самый дорогой фокус который продается у нас в питере также мы случайно наткнулись на ford fusion который стоял рядом и решили что давайте-ка мы еще посмотрим самый дорогой ford fusion который продается в санкт-петербурге и это автомобиль 2006 года с пробегом 48 тысяч километров за 577 тысяч рублей это тоже просто космическая стоимость за этот автомобиль но перед этим давайте заскочим и посмотрим с пробегом в 300 тысяч и всего лишь за 330 тысяч рублей и сравним большая разница автомобилей или нет погнали друзья сейчас мы вам покажем живой пример что машины с пробегом в 300 иногда лучше автомобилей с пробегом 100 все зависит от человека который на нем ездил и как он его обслуживал тема вот я возмущен от того как хорошо он выглядит посмотри ну реально он выглядит точно так же как этот фокус пробегом 50 по сиденьем fusion такая крутая штука смотри опа типа столик руль немножко попилили никуда не денешься 297 тысяч пробег да он не намытый не начищены в проемах причем даже коррозии никакой нет вот кстати смотри по поводу этих болячек вот немножечко она есть уже здесь не из дверей просто идеальный трассовый пробег сто процентов колеса зима что-то тут будто крутилась на шка багажника сбиты болты герметика 1 вот пошла коррозия немножко еще не скрылась но совсем чуть-чуть есть все этих машин практически уже нет подкрашивали его без замен элементов в номер обязательно проверяем на этих автомобилях для вообще на всех автомобилях проверяем обязательно это железная панель которая держит аккумулятор пошло заражение к стакану видишь перекидывается немножко слушай достаточно все чисто посмотри вообще без налета красота ну конечно нет пошла коррозия ничего не сделаешь ничего не сделаешь вещь по стыкам панелей начинает начинает ржаветь запущу да нет патрубка потеряли 300 тысяч пробега работает просто идеально лишь накипел немножко антифриз сверху на ценнике 379 тысяч но он уже подешевел сейчас он стоит 330 и скажу я вам друзья как бы это смешно не звучало это хорошее состояние не такое конечно как у форда за 700 у фокуса комплектация просто скандеем без климата вот у них беда попробуй переключай рукой чувствуешь тугая какая закисают тросики это лечится замены либо просто переборкой закисать до такой степени что можно вообще прямо я один раз кулису оторвал реально вот эту ручку просто вырвал она осталась у меня в руках настолько бы закисший вообще можно типа вот так поделать и она разойдется но это ненадолго а так едешь на подъемник разбираешь и всю эту систему тросиков перебираешь чистый аккуратный салон ездил аккуратный человек который за машиной следил они просто убивал и вот такой автомобиль покупается скручивается пробег нам до 140 до 130 максимум перетягивается руль и все поехал сейчас конечно в каких-то вот проверочных базах на ресурсах видно теперь с каким пробегом он продавался у официального дилера либо просто участника и это большая помощь при покупке но надо быть внимательным все хорошо арку эту делали красили на пыл грунта небольшой из дверей идеальный да есть крашеные элементы но и стоимость его не такая большая для современных реалий ребят ну вот на контрасте сейчас вам покажу как один человек следит за машиной и как другой то что он поменял капота не стал красить крылом это ладно закрыта я ее уже видел осматривал nissan tirano и видел когда ее принимали один хозяин он просто уничтожал ее здесь лежал матрас ну собаки самой не было но он так и сдал ее сидение было откинуто лежал матрас все это накрыто тронул этот матрас лежит матрас сидение откинуто человек любит свою собаку по-другому не скажешь она жила там наверное в принципе я не могу ничего плохого сказать о том что человек любит собаку свою но тачку он просто изнасиловал там из печки просто песок летит сейчас он все ключ принесет откроем заходи там шмон стоит залезай закрывайся вот тебе разница во владельцах порой машина ни в чем не виновата это после уборки она эти говорю что я ее видел когда я не 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 че ты ржешь сейчас дайте с ним вот как тема снимает я через сторонку отошел реально вонище стоит друзья мои один хозяин это не показатель отличного автомобиля люди разные фьюжн пробег 300 идеально выглядит внутри как новый пахнет вкусно чистый аккуратный шестнадцатый год тот одиннадцатый год заметьте ему 10 лет этой машине 5 лет пробег 100 тысяч километров 110 шестнадцатый год бог с ним что он поставил не покрасил но как он внутри ужас давай попросим отсюда вы переставить чтобы не мешать и будем смотреть ford fusion 2007 год цена 577 тысяч рублей пробег 48 тысяч километров по крайней мере так заявлен 577 тысяч это самый дорогой fusion который продается в санкт-петербурге и с самым маленьким пробегом так давай внешний осмотр для начала что мы видим ну понятно скол до цинка форточка шестого года прошлым годом могут стоять но как-то она подтекает тоже от времени может быть смотри видишь клей видишь этот его не подтерли стекло у нас восьмого года стекло меняли здесь след от двери какой-то гаденыш рядом открыл дверь очень частая история пока все это не страшно крыло крыло крашена бампер сорван кусочек зеркала отколот не пролез куда-то небольшой жучок видишь здесь кстати нет жуков вот этих внутри которые выпирают резинки да и здесь небольшой жучок на стекла поплыли в него уже от времени на задней арке жук также доцинка плюс притёртость тоже доцинка но немножко начал ржаветь правая стойка вмятина довольно таки большая полезли под капот лобовое стекло стоит девятка либо девятый год либо девятнадцатый скорее всего девятый судя по тому как она выглядит пока ничего страшного но не забываем что это самая дорогая машина друзья о чем я очень часто говорю особенно касаемо ford фьюжина фиеста и многих других цвет у нас зеленый такой хаки смотрим под капот он просто практически белый серый хорошо не белый с на пылом небольшим зеленого был бы он бордовый было бы то же самое только с на пылом такого бордового немного совсем отличается вообще кардинально отличается у синего также серый полки крыльев также серые брызговики также серые всегда обращайте внимание на внутренние части под капотом все смотрим внимательно вин начинает уже ржаветь несмотря на то что заявлен такой маленький пробег а кстати очень хорошо выглядит под капотом да смотри как похоже что ему даже никогда в жизни не снимали вот опорники да я бы тоже сказал прямо отлично также с этой стороны если вдруг кто-то еще рассчитывает купить фьюжн живой смотрите запоминайте как это выглядит гнили никакой нет но решетка у нас уже закреплена кустарно просто саморезами часто очень открывая капот дергают за решетку нужно за краешек поднимать вот это накрутил саморезов широкой шляпкой по всему периметру ничего страшного в этом нет так как они вкручены напрямую в решетку в пластиковую на металл то никак не повлияет ну лонжероны пошли уже у нас гнить сами пятки коррозия пошла на местах сварки ты понимаешь в том не было и в этом тоже нет воздухозаборника они их просто снимают похоже мешает чуть-чуть конечно ну вот такое совпадение защиты никакой нет даже пыльника никакого нет болты все новые на фарах фары потеют даже этот лишь новый фары хэлла да здесь тоже новые болты заморочился радиаторы старые телевизор старый оригинальный то есть ничего такого не было идем дальше как хорошо выглядит правда ну ка ну ка разваливается сиденье крепление сиденья все сгнили ты посмотри даже здесь никаких жуков нет все в порядке смотри-ка хорошо все установить запасное колесо 34 неделя шестого года родное и похоже что на нем тоже не катались ни разу здесь полный порядок полки нет фонари потеют тоже зачем-то снимали резинки лишний до конца одета также здесь кто-то лазер форт молодцы везде свой штамп ставят на фьюжн кстати запчасти кузовные очень дорогие тоже имейте ввиду порог немножко начал жарить они еще не вылезли на жучки есть так нет рычажка для подпора спины также очень ржавые крепления сиденья это для мульт лука у нас бардачке лежит на он штырь сервисная книжка восьмом году 7000 пробег все дальше никто не вел очень хорош очень хорош не считая каких-то косячков по кузову небольших окрас одного крыла и замены нескольких стекол кто-то колдовал с креплениями фар точнее зачем-то поменял все болты старые следы остались от того что было но видимо они сгнили у него зачем-то он это сделал никаких ударов не вижу фары оригинальный ford давай попробуем запустить посмотрим что-то мы как candy не работает в автомобиле то есть и компрессор не включается но естественно не дует холодом смотри видишь 1 трещина 2 трещина 3 трещина 4 трещина а знаешь что это такое тем вот еще одна сверху небольшая что я снимаю снимали щиток приборов у него там есть крепление которых не знают и просто начинают тянуть и он лопается да но зачем снимать что приборов вполне вероятно чтобы поправить в этом автомобиле не один собственник поэтому вполне вероятно что кто-то помог с пробегом кстати лобовик меня но тоже с подогревом то есть на этом никто не экономил еще смотри ручки переключения передач желобок видишь вот этот что здесь его не хватает почему там что-то было она была обтянута в кожу и здесь шов тут просто еще клей как бы но сюда шов уходит вот так же шов уходит обтянута в кожу было за 48 тысяч километров может она так растрепаться что ее сняли скорее всего нет я не утверждаю не уверяю что здесь кручен пробег этого практически не проверить на этом автомобиле но мы видим ободранную ручку переключения передач скоростей и мы видим трещины на щитке и может вызвать у нас подозрение что пробег здесь оригинальный но вообще на фоне того какие фьюжен и сейчас продажи он просто прекрасен но в пробег я не верю как вы думаете друзья поправили ему пробег не может просто так появиться здесь трещин не может ну работает просто идеально даже если мы поправили пробег тысяч на пятьдесят году в 2010 это тоже не страшно это мы сейчас говорим о автомобилях которые вот такие десятилетние понятно что когда смотрим свежие там все в порядке но вот такой найти очень сложно а такие востребованы безумно но только ребят вы их хотите такой за 250 за 300 фокус за 350 за 400 к сожалению там будут дрова эти далеко не идеальны но ценники космические на них уже сами все видите напишите вот как вы считаете стоят эти машины этих денег или нет все четко прям двумя пальчиками все переключается в общем вердикт такой машина очень хорошая цена очень высокая пробег наверняка был скручен сделано это давно 99 и 9 процентов что его поправили а так в принципе очень достойный фьюжен таких надо поискать еще хотя вот этот с пробегом 300 тоже очень хороший фьюжен но с пробегом 300 друзья вот такие вот цены на более-менее нормальные автомобили что думаете вы по этому поводу потратили бы вы на такой ford fusion 570 тысяч рублей и на такой focus 700 напишите в комментариях подписывайтесь на наш канал пишите свои комментарии ставьте лайки всем вам удачи хороших автомобилей пока-пока нива миллион рублей ну да она такая внедорожная типа бронто миллион рублей пойдем посмотрим сколько стоит новая нива совершенно новая нива это нового это прям новое новое изобретение 796 не такая крутая как та старая поднимаешь посмотри ничего не изменили просто ничего и преподнесли ее как новая машина прикинь к ужас получается так так вот получается прорыв какой большой у нас ладно давай посмотрим в простой комплектации темащи вот она стоит 632 633 и вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok